Зубров выпустят в лес, где появится несколько новых экологических троп, а что еще для своих гостей готовит национальный парк «Смоленская базирия» в год экологии. По бумагам в квартирах тепло, на деле все иначе. Почему в квартирах жители одного из микрорайонов областного центра батареи не греют смолян? Пришли на помощь и приняли соревнования, как в Смоленске прошел чемпионат по легкой атлетике, который и не собирались здесь проводить. От наборщиков и корректоров до журналистов и публицистов в администрации Смоленской области поздравили с профессиональным праздником лучших представителей средств массовой информации, издательств и полиграфических предприятий региона. Среди награжденных были и наши коллеги, работники ГТРК «Смоленск». Александр Пияев расскажет подробнее. День печати – это профессиональный праздник сотрудников всех средств массовой информации. Он охватывает широкий спектр профессий – от наборщиков, корректоров, редакторов до журналистов и публицистов. Высшим работникам информационной отрасли в этот день губернатор вручил почетные грамоты и благодарственные письма. Среди них и те, кто стоял у истоков ГТРК «Смоленск» Владимир Фигуров и Лариса Тюрина, более 20 лет жизни которых связаны с развитием нашей компании. Телевидение – это жизнь, это образ жизни, это стиль жизни. Это настолько захватывающе, что когда попадаешь на телевидение, уже ни о чем другом, просто думать не приходится. Это как любая профессия, которую любишь, как своего ребенка, как себя. На территории Смоленской области регулярно осуществляют выход 139 средств массовой информации, 82 печатных и 32 электронных СМИ зарегистрированы на территории региона. Именно региональные СМИ обладают массой конкурентных преимуществ по сравнению с федеральными. Именно они транслируют самую актуальную для жителей региона информацию, оперативно откликаются на проблемы Смоля. Администрация, безусловно, дорожит партнерскими отношениями с теми, кто честно и добросовестно формирует информационное пространство. Честно и добросовестно – это не хвалить администрацию области, администрации муниципалитетов, а писать правду. Я много раз говорил, выступая перед вами на других площадках, что если власть что-то делает неправильно, пишите об этом. Предложения от губернатора – больше внимания уделять известным и заслуженным жителям Смоленщины, транслировать их предложения по развитию муниципалитетов. На собрании подвели итоги областного конкурса на лучшую журналистскую работу по освещению процессов экономического развития. В числе победителей – корреспонденты нашей телерадиокомпании. Мероприятие продолжилось с неформальной беседой губернатора с представителями регионального медиа-сообщества. Александр Пияев, Андрей Кенденков, Вести Смоленск. Жителям Королевки отключат тепло и горячую воду сотрудники Смоленского филиала компании «Квадро» 12 января проведут плановые ремонтные работы на участке теплосети в микрорайоне. На время ремонта будет ограничена подача горячей воды и тепла для потребителей по улицам Грязодубовой в микрорайоне Королевка по улице Ударников, в том числе для двух детских садов и одной средней школы. В течение дня ремонт будет завершен. В «Квадре» заверяют, что отключение не будет долгим, а после завершения работ гарантируют улучшение надежности теплоснабжения на Королевке. Но тем временем жители целого микрорайона Смоленска жалуются на некачественное отопление. Во многих домах на Киселевке батареи не греют, а температура воздуха не поднимается выше 15 градусов. Ни управляющая компания «Жилищник», ни теплоснабжающая компания «Квадро» проблему не решают, а платить за холодные батареи приходится по полному тарифу. Почему Смолянам не удается отстоять свои права и как это сделать, разбиралась Вера Перельман. Внуки одеты как капуста, вся семья постоянно болеет, а в морозы и электрический обогреватель не справляется с отоплением трехкомнатной квартиры. У Зои Завьяловой уже вошло в привычку вести дневник температуры воздуха дома. Подсчеты красноречивы, до нормы показатели не дотягивают. Все промерзло. Вот здесь сосульки были, висели у нас. Все было заморожено, это вот 7-8 числа. Вода, вот она бежит, вот она, постоянно по 3-4 раза вытираешь эту воду. И по всему столику такая проблема. Представители управляющей компании «Жилищник» вместе с сотрудниками ресурсоснабжающей организации «Квадро» раз за разом приходят с комиссией на проверку показателей. И каждый раз уносят вердикт. Показатели в норме, а в квартире тепло. Парадокс, который делают потребители и заложниками ситуации. Нет актов о некачественном отоплении, нет возможности предъявить кому-либо претензии на юридическом уровне. Нам сказали, что у нас норма по отоплению, они нам измеряли все. И, соответственно, сказали, платить будем так же, как и платили. Подобная история съели теплыми батареями во многих домах в районе Киселевки. Но даже официальное подтверждение того, что теплоснабжение не соответствует нормативам, проблему не решает. Управляющие компании, которые обслуживают дома Нарыленкова и Попова, ответственность за это возлагают на «Квадро». Коммунальщики отмечают, что в центральный теплопункт уже поступает теплоноситель с недостаточно высокими параметрами давления и температуры. У нас есть акты о готовности этих домов к зиме. То есть мы, с своей стороны, мы готовы обогревать эти квартиры, делать, но мы не подаем. Мы не можем в подвале разогреть трубы и устроить костры, чтобы все подогревалось. Что нам приходит на дом, то и подаем. Чтобы дом отапливался, нужно давление как минимум единица. У нас она 0,2. Коммунальщики считают, что в определенной степени маленькое давление. В теплосетях микрорайон обусловлено ремонтом магистральной трубы на улице Попова, который «Квадро» ведет с декабря прошлого года. Еще один возможный фактор – установка организации в подвалах домов специальных конусов устройств, которые искусственно регулируют параметры теплоносителя. Сегодня специалисты «Квадро» провели проверку внутренней системы отопления в доме номер 85 по улице Рыленкова. По итогам этой проверки управляющая компания получила рекомендацию увеличить диаметр конусов на элеваторных узлах. Все необходимые расчеты компания «Квадро» предоставила. Эксперты отмечают, что в этой ситуации только одна компания, будь то «Квадро», «Жилищник» или «Смоленск» теплосеть, виноватой быть не может. Если узкое место, как на Рыленково 85, именно в получении официального подтверждения некачественного теплоснабжения, жильцам нужно максимально раскачивать ситуацию и перевести дело в юридическую плоскость. Обращаться в управляющую компанию, очень плотно с ней работать, составлять письменные заявления, жалобы, лучше коллективные. Если же у жильцов есть официально заверенные акты о некачественно предоставленных услугах по отоплению, следует дать документам законный ход и обратиться в правоохранительные органы, в суд. Это поможет добиться перерасчета квитанции за отопление и денежной компенсации. Вера Перельман, Максим Гиграцевич, Рома Зорин, Вести Смоленск. Сто лет со дня создания заповедной России. Она насчитывает более 200 заповедников и нацпарков. Один из них – Смоленская поозерия, единственная особо охраняемая территория федерального значения на Смоленщине. Работники национального парка рассказали о том, как жители региона могут принять участие в Годе экологии и посодействовать развитию особо охраняемых природных территорий Смоленской области. О планах экологов в сюжете Анастасия Артеменко. Как только растает снег, недалеко от Баклановского озера возобновятся работы по обустройству новой экологической тропы. Доступная дорожка позволит пообщаться с природой тем, кто по своему физическому состоянию не может самостоятельно гулять по лесу. Специализированный маршрут будет открыт в мае. Это лишь одно из более чем двух десятков событий, которыми национальный парк «Смоленская поозерия» отпразднует столетие заповедной системы России и собственный четвертьвековой юбилей. Поначалу нашел разговор еще в 70-х годах. Подготовили первые записки еще для Ивана Афимовича Клименко о создании на территории Смоленского поозерия заповедника. В течение наступившего года экологии в национальном парке будет построен визит-центр. Организован Центр детского туризма. Проведена масштабная научная конференция в памяти Николая Пржевальского и несколько исторических фестивалей. А стадо зубров пополнится новыми особями, после чего животных выпустят из вольера в естественную среду обитания. В этом же году десятилетие празднует и Гагаринский природный парк. Юбилей будет отмечен научной конференцией. Мы будем готовить сборник статей, поэтому все, кто хочет в этом принять участие, все, кто хочет представить свои научные работы, могут к нам выйти с предложением. В год экологии на Смоленщине появится одноименная аллея. Кроме этого, в комплексном заказнике «Исток Днепра» будет обустроена экологическая тропа. Напомню, сеть особо охраняемых природных территорий нашего региона состоит из 133 объектов. Анастасия Артеменко, Максим Григорцевич, Вести Смоленск. Смоленские ласточки будут курсировать по новому расписанию. С 13 января появится дополнительный рейс с понедельника по среду. Поезд «Смоленск-Москва» курсирует по действующему расписанию. Напомню, из Смоленска он отправляется в 7.35 и в 18.35, а из столицы в 7.10 и в 18.20. Ну а с четверга по воскресенье в 13.30 из Москвы можно будет добраться до Смоленска на дополнительном поезде. В столицу «Вечерняя ласточка» в эти дни будет отправляться в 19.25 с двойным составом из 10 вагонов. Смоляне считают сильно завышенной плату за эвакуацию автомобилей на штрафстоянку. Проблема обострилась в период новогодних каникул, когда с улиц областного центра было эвакуировано особенно много машин. Наша съемочная группа решила разобраться, откуда в квитанциях за эвакуацию авто появляются баснословные цифры. Вот наш автомобиль, за эвакуацию которого мы заплатили 5.600, хотя провезли его всего лишь в нескольких километрах. Семья Шепляковых никак не ожидала, что самой крупной новогодней статьей расходов станет оплата эвакуации их машины на штрафстоянку. Свою вину они признают, мол, действительно припарковались в неположенном месте. Но откуда такая сумма, ведь забирать машину они приехали почти сразу. На этот вопрос руководитель компании эвакуирующей машины дал весьма расплывчатый ответ. Я спросила, почему такие высокие тарифы, кто их устанавливает. На что он ответил, наши тарифы администрация не приняла. Сказала, все из-за расчета методики, которая была личным его помощником. Оказалось, случай надежды не единичный. Судя по публикациям на Смоленском автофоруме, заплатить 5 тысяч рублей за эвакуацию их автомобиля на штрафстоянку в последнее время пришлось десяткам жителей областного центра. С вопросом, кто и из каких соображений формирует такой приз-курант, обращаемся в администрацию области. В настоящее время образовался такой правовой вакуум. Поскольку федеральным законодательством в сентябре внесены изменения, а переходного периода не предполагается, а соответствующие процедуры по разработке и принятию тарифов в любом случае требуют некоторого времени, поэтому организации, оказывающие услуги по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, вынуждены формировать свои тарифы, исходя из экономически обоснованных затрат. Фактически в регионе сейчас сложилась ситуация, при которой тариф на эвакуацию на штрафстоянку фирмы-перевозчики формируют по собственному усмотрению. Было бы логично предположить, что в этом процессе компании будут опираться на рыночную стоимость вызова эвакуатора. А это совсем не 5 тысяч рублей. Сколько у вас будет, если на сколхозке примерно до Багратиона машину протянуть стоит? Тысяча рублей. Если вот сейчас, а если через час, уже будет дорого. Алло, здрасте, эвакуатор, да? Полторы тысячи по городу стоит. Сколько у вас стоит услуга по деньгам? Тысяча рублей на 100 по городу. В наши руки попал документ, проливающий свет на логику формирования действующих тарифов на эвакуацию на штрафстоянку одного из смоленских перевозчиков. Оказывается, кроме расходов за бензин, в плату щедро включены амортизация погрузчика, зарплата рабочих и еще с десяток статей, таких как налоги и сборы, покупка инвентаря, зарплата диспетчера и даже траты на обеспечение самого процесса взимания платы. Всем понятно, что сумма явно завышенная, однако отказаться от ее уплаты, если твою машину уже эвакуировали, возможности нет. Есть вариант оспорить размер оплаты в суде, но с учетом существующего сегодня в этом вопросе правового вакуума, говорить об эффективности такого метода очень сложно. Так что пока единственный верный способ сохранить свои деньги – это не нарушать правила парковки автомобиля. Сергей Егоров, Роман Зорин, Артем Медов, Андрей Кинзенков, Вести Смоленск. Современные медицинские технологии становятся ближе. Сеть ортопедических салонов «Смол Орто» расширила ассортимент продукции для лечения хронических заболеваний. На этой неделе в сети ортопедических салонов «Смол Орто» появилась продукция компании «Еломед» – лидера рынка российской медицинской техники. В наших салонах «Смол Орто» мы реализуем только надежную продукцию, которая отличается своим качеством и лечебными свойствами. Поэтому мы стали сотрудничать с компанией «Еломед», которая на рынке уже более 35 лет. И ее продукция испробована и клинически, и в домашних условиях. Продукция «Еломед» уже давно пользуется заслуженной популярностью в народе. Среди лидеров продаж аппарат «Алмак-01» для лечения артрита, артроза, остеохондроза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Конструкции и параметры магнитного поля «Алмака» оптимальны для лечения заболеваний спины и суставов. «Алмак-01» способствует улучшению обмена веществ в проблемной зоне и помогает бороться с отеком, болью и воспалением, улучшить подвижность сустава и нормализовать давление. Еще я хочу вас познакомить с еще одним прибором компании «Еломед», который называется «Унилор». Он позволяет повысить сопротивляемость организма к вирусам гриппа и ко всем простудным заболеваниям. Также очень хорошо помогает при лорозаболеваниях. При танзелите, аденоиде, фронтите, отите, ОРЗ, ну и других простудных заболеваниях. «Унилор» — это одновременно тепло, свето- и магнитотерапия. Он дает возможность не заболеть или остановить развитие насморка, ангины или отиты при первых признаках. Изделия «Еломед» соответствуют европейским стандартам и имеют подтвержденные результаты лечения. В январе в Смоленске их можно приобрести по цене прошлого года. Смоленск открывает новый легкоатлетический сезон. В Манеже Академии Спорта открылись чемпионаты первенства Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике. На состязаниях, которые изначально не планировались проводить в нашем регионе, побывал Сергей Максименков. Более 150 спортсменов из 8 регионов Северо-Западного федерального округа прибыли в Смоленск, чтобы отобраться своей сборной на всероссийское первенство. Несмотря на экстренность подготовки Манежа к этим стартам, уровень организации сохраняется на высоком уровне. Смоленск пришел на выручку, когда оказалось, что проводить соревнования на Северо-Западе негде. Изначально планировалось проведение тех соревнований в городе Ярославль. Там есть легкотлетический Манеж с конструкцией, надувная крыша купольная. К сожалению, там были какие-то технические неполадки с конструкцией и решили не рисковать, потому что это чревато, особенно в зимний период. Эти состязания первые в сезоне, поэтому наиболее ответственные, закладывающие основу для всей зимней-весенней соревновательной части. Из такого непредвиденного проведения турнира Смоленск извлек свою выгоду. Наши спортсмены участвуют в первенстве вне общего зачета. Лучшей тренировки не придумать. Через неделю мы принимаем чемпионаты первенства Центрального федерального округа по легкой атлетике 17-го числа. И как раз это является одной возможностью отобрать сборную команду из Смоленской области на эти соревнования нашего уровня. Программа состязаний растянута на несколько дней. В ней все основные дисциплины – прыжковые, беговые, а также многоборья. Времени на отдых у судей-организаторов не будет и после окончания турнира. Сразу необходимо готовиться к проведению чемпионата ЦФО и всероссийского первенства. Важно, что Смоленск все чаще становится одним из ключевых легкоатлетических центров в европейской части России. Сергей Максименков, Роман Зорин, Вести Смоленск. Если вам стало известно о каком-либо событии или происшествии, звоните к нам в редакцию по телефону 68 48 08. Все основные новости Смоленского региона вы сможете найти на нашем сайте gtrk.smolensk.ru. Это вся информация выпуска. Спасибо за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова